Их будет 10. Один в Кировском, два в Заволжском, три во Фрунзенском и четыре в Дзержинском районе. Самый маленький на 120 мест, самый крупный трехэтажный на 300. Городская целевая программа доступности детских учреждений разработана Департаментом образования мэрии Ярославля. Принята летом прошлого года и уже реализуется. Вот первые результаты. Улица Строители 5, корпус 5. Еще осенью здесь был тихий пустырь со сквашным кустарником. Сейчас на площадке между брагинскими многоэтажками оживленно и шумно. Вовсю строится детский сад. Половина стройплощадки в сваях. Уже забитые распушают, как говорят строители, срезая верхушки для связки арматуры. Уже начинают закладывать и фундамент. До первого числа мы будем стараться забить все сваи. Значит, видите, забиваем двумя слоебоями. А потом стекольная работа. И будем заниматься сетями. Все у нас по графику. Пока мы не отстаем. Деньгами обеспечены. Это будет детский сад на 220 мест. Точно такой же, как сотый, построенный три года назад за Волгой. Современный, просторный, удобный. Срок окончания работ 25 декабря. Строители обещают успеть. Порядка 30 человек занято. Много техники сейчас. Продленным днем работают. Это до 20.00. А потом будем работать в две смены полноценных. И график выдержим. Возведение еще одного детского сада только с бассейном. Началось в Афрунзенском районе. Строители и сроки ввода здания в эксплуатацию те же. Остальные восемь садов в стадии проектирования. У нас наработаны, слава богу, сегодня разные проекты разных детских садиков. И наша задача сегодня практически сделать привязку. Мы ставим задачу, чтобы была проектная документация. Она прошла экспертизу. Есть разрешение на строительство. А дальше уже по мере поступления средств будем проводить торги по выбору подрядной организации. Начинать строиться. При наличии средств летом, осени этого года, мы будем готовы начать следующую группу детских садиков. Строительство каждого садика обойдется в среднем в 220 миллионов рублей. По тем, которые начали возводить, получено подтверждение поддержки федерального бюджета. Правда, пока суммы не озвучиваются. Деньги еще не поступили. Рассчитывают власти города на федеральные средства и в будущих стройках. Когда есть проектная документация и есть строка в бюджете и в адресной программе финансирования местного бюджета, есть возможность рассчитывать на деньги вышестоящих бюджетов. Будем в стадии строить с учетом и софинансированием настоящего бюджета. В настоящее время в Ярославле нуждаются в детских садах 2500 детей. Это те двухгодовалые малыши, мамы которых хотели бы отправить чад в детский сад, а сами выйти на работу. Но вынуждены сидеть дома. Появление новых дошкольных учреждений должно сократить очередь на 1500 мест.